Семидесятилетие победы в Великой Отечественной войне Красной линии проходит через весь 2015 год. Наша сегодняшняя программа не исключение. Здравствуйте! Вы смотрите Город С, с вами Мариана Мирная. И наш сегодняшний гость Владимир Николаевич Пронин, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов труда, войны, правоохранительных органов. Длинное такое, емкое очень название. Много людей состоит в этой организации. Здравствуйте вам! Добрый день! Владимир Николаевич, ну вот Семидесятилетие Победы, это же такая большая была подготовка к этому празднику, и весь год идут какие-то мероприятия. Для вас наверняка тоже очень насыщены, да, вот эти все дни и перед Победой, и после, и сейчас. Каким образом все это происходило? Как готовились? Я немножко вернусь в предыдущие годы. Практически план мероприятий по подготовке Семидесятилетии Победы, он начал работать два года назад. Это в 2013 году полностью был продуман этот план, и самое главное, что этот план готовился совместно с ветеранами нашего города. Ну, я думаю, не только нашего города, но, скорее всего, всей области, а так в целом, наверное, всей нашей страны. Потому что непосредственно председателем по подготовке к Семидесятилетию Победы в нашей стране был президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, а у нас здесь был наш председатель непосредственно губернии, губернатор Николай Иванович Меркушкин, а в городе, как говорится, руководители города. Поэтому все вопросы, касающиеся подготовки к Семидесятилетию Победы, они проводились совместно с нашими ветеранами. Я проводил совещание с председателями районных организаций, и мы просто составляли план, выписывали все и подавали те мероприятия, которые очень важны, непосредственно, чтобы вынесли в этот план мероприятий. Ну, то есть они говорили о своих пожеланиях, чтобы их учитывали, потому что это непосредственные герои этого праздника. Вот эти люди, которые непосредственно победили в той войне и дали жизнь нашему поколению и многим другим поколениям вперед, как говорится. И поэтому вот этот план мероприятий, он шел, можно сказать, с 2013 года и только начал реализовываться в 2015 году, потому что действительно очень много мероприятий проводилось. И я хочу просто поблагодарить непосредственно и губернатора нашей области, Николая Ивановича Меркушкина, за то, что он так организовал, особенно вот этот день, 9 мая, наше непосредственно руководство города. Это непосредственно и, как говорится, Олег Борисович Фитисов и Александр Борисович Фурсов перепутал. Наоборот, ничего страшного, Олег Борисович Фурсов и Александр Борисович Фурсов. И поэтому вот эти мероприятия, особенно на 9 мая, если мы остановимся конкретно по этому вопросу, в преддверии вот этого празднования, можно сказать и говорить очень много, потому что и 7 мая было мероприятие, которое было проведено по открытию непосредственно Триумфальной арки в Кировском районе. Ну вот и 7 мая был открыт непосредственно Парк Победы, это в Советском районе, тоже самое, уже обновленный, это, говорится, реконструирован и в настоящее период времени там тоже самое, доводится все это, как говорится, до ума. Ветераны очень довольны этому, потому что они благодарны и подаркам, которые сделала и область, и город, и плюс ко всему ветераны, особенно участники Великой Отечественной войны, вот, они одним теплоходом, ходили непосредственно в Волгоград, там возложили непосредственно на Мамаевом кургане цветы, вот, поклонились земле, потому что многие наши ветераны тоже самое принимали участие в Сталинградской битве. Второй наш корабль непосредственно пошел уже в сторону Перми на север, тоже самое ветераны очень благодарны городской администрации за ту программу, которая называется у нас «Ветераны Самары». И очень довольны, и самое главное, то, что и погодные условия были хорошие, и многие ветераны чувствовали себя, это очень даже неплохо и хорошо. Ну вот о ветеранах можно, конечно, бесконечно говорить, да, это такие люди, конечно, которые очень много для нашей страны сделали, сражались за Родину, и вы наверняка много историй знаете, да, они и вам рассказывают, и вы с ними общаетесь всегда. Есть какая-то, может быть, история, которую, ну вот, на ваш взгляд, ну вот, в книжки можно вписывать, и чтобы дети изучали, и вот из уст в уста передавать, вот, может быть, есть какой-то еще самарский наш ветеран, от которого вы до сих пор вот в полном восторге? Да, я в восторге от всех ветеранов, их нельзя кого-то, как говорится, преувеличить, но основной ветеран, как мы все прекрасно знаем, это один-единственный в нашем городе, это Владимир Анатольевич Чудайкин, все прекрасно знают его, это действительно герой, который трижды горел, понимаете, и оставался живым. И вот Бодвиг, когда он брал Берлин, то же самое, это же великий человек, и дай бог ему здоровья, как говорится. Я просто хочу сказать не только ему, я бы хочу сказать, чтобы все ветераны тоже самое были здоровы, чувствовали себя в обществе равноправными, чувствовали не обиженными, потому что, ну, настоящий период времени действительно это и происходит и в стране, и в нашем городе, и в области, как бы, соотношение к ветеранам стало намного лучше, и это, они чувствуют себя более вольготнее, и дай бог им здоровья, но с каждым днем, практически с каждым годом им становится все меньше и меньше. Я даже цифры не хочу приводить, потому что просто неприятно эти цифры говорить, потому что у каждого ветерана или у каждого члена семьи их на душе немножко будет, это неудобно и неспокойно. Ну вот о ветеранах труда еще тоже хочется сказать, то, что они не принимали непосредственно участие в боевых действиях, но тем не менее их труд не менее ценен. Вот внутри организации, да, внутри вот нашей городской общественной организации, у них есть какое-то деление, они там друг с другом дружат, они тоже как-то обсуждают на встречах, кто чего, или там бывают такие случаи, когда, а вот ты на том самолете ты летал, который я тут делал в Куйбышеве. Я понял, Марьян, я понял то, что действительно каких-то споров и вот разногласий уже нет, нет, они вот встали наедино. Ну, как всегда говорили, народ и армия едины, и если бы не было сильного, говорится, тыла внутри нашей страны, то армии было бы тяжело воевать, потому что практически не было бы того, что делалось здесь, непосредственно в глубоком тылу, а практически, мы знаем, Самара, она отправила на фронт более 500 тысяч человек, и не вернулась больше половины, где-то 226 тысяч человек, понимаете? И вот те люди, которые оставались здесь, они же работали там по 16, по 18 часов, ребята, которые вставали к станку, как говорится, по 14 лет, по 12 лет, и они делали все необходимое, и патроны, и снаряды, как говорится, и мины, и так далее, и то подобное. И самое главное, наши же сделали тут штурмовик наш, Ил-2, который очень себя зарекомендовал сильно, это в Великой Отечественной войне. Можно там приводить примеры, потому что практически там каждый пятый снаряд, или каждый третий патрон, или каждый там четвертый самолет практически был выпущен здесь, на территории Куйбышева, этого нашего красивого города. Поэтому какое-то деление сейчас между ветеранами войны и труда, оно нет. Они, наоборот, очень дружат, очень относятся друг к другу с любовью, и отношения у них всегда добрые. Давайте еще о 9 мая, непосредственно о самом празднике поговорим. Очень масштабно он проходил, и, как всегда, традиционные мероприятия на площади Куйбышева, и, конечно, почетными гостями были наши ветераны многоуважаемые. Как для вас, вот давайте припомним, наверное, этот праздник, что там такого самого интересного было, и что ветераны после праздника говорят, потому что всегда интересно, это по большей части все равно для них мы это делаем. Все правильно, праздник именно для тех людей, которые совершили этот подвиг, совершили эту победу. И практически, вы все прекрасно помните, что площадь, она вроде у нас самая большая в Европе, как говорится, но сконструировали, как говорится, много посадочных мест, и посадочных мест было в пределах 26 тысяч. Ветеранов там находилось, как говорится, на главных трибунах, там в пределах 500 человек. Это те, которые действительно могли немножко это, ну, еще ходят, потому что практически, если так разобраться, каждый участник Великой Отечественной войны, ему сейчас уже по 90 лет, это очень тяжело, а многим даже за 90 лет. Вот они сидели на центральной атрибуте, они были очень рады тому, что именно вот это прохождение, и как в старом стиле еще в годы Великой Отечественной войны была, и техника, и декорация была, люди переодевались в ту форму, которая была в годы 41-45-х годов, и потом пошла наша современная техника, пошли танки современные, 72-ки, 80-ки, там вот большие ракеты СС-300 тоже проходили, это уже ракеты, которые имеют дальность довольно-таки значительную, и для ветеранов вот эта мощь, которую они видели, они были рады, любовались, также пролетели Су-24, штурмовик, это современный самолет, который на вооружении находится, вертолеты летели там Ми-8, это то же самое, которое на вооружении сейчас находится и будет продолжаться, только модулируется немножко это мастерство их и, как говорится, конструктор, но обновляется. И самое главное то, что на площади было не 26, а больше 26 тысяч, около 30 тысяч человек, и особенно для всех это произвел впечатление, это вот наш этот бессмертный полк, понимаете, это люди когда шли, и вот, ну маленькое отступление скажу, когда вот просто было обращение, но это обращение было и с прошлыми годами, как там мы говорили о бессмертном полку вот этом, потому что людям сказали, было организовано в городе, в каждом районе определенные точки, где люди могли приходить с фотографиями своих любимых отцов, дедов, как говорится. Да, фотографии, кстати, были сделаны прекрасно, потому что мы видели, мы снимали тоже не один сюжет по этому поводу, из малюсеньких даже вырезок из газеты, которые уже совсем старые, и ничего практически было не видно, было восстановлено, и были огромные портреты, где можно было разглядеть эти лица. И вот, понимаете, Марьяна, там прошло более 15 тысяч человек, понимаете, никто людей практически там не тянул, не тащил, как-то не уговаривал, это действительно говорит о том, что сейчас у нас народ до такой степени проникся ко всему этому, проникся к своей истории, любовью к своей стране, к своим воспоминаниям, ну и дай бог, чтобы это у нас не забывалось никогда. Вот эти впечатления, особенно вот этот бессмертный полк, он очень сильное впечатление дал, как ветеран, да практически он всем жителям нашего города и области делал, а если так в целом сказать, по всей стране то же самое происходило и в Москве. Ну очень много было мероприятий, посвященных Дню Победы, они не заканчиваются, у нас есть сюжет об одном из таких мероприятий, давайте посмотрим. Блеск орденов, георгиевские ленточки и цветы. В зале в основном участники войны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, представители ветеранских организаций. Николай Павлович Корнеев на фронт попал в 44-м, служил в ВВС. Сначала летал, был стрелком-радистом, потом попал в батальон аэродромного обслуживания. Вся фронтовая жизнь прошла на Дальнем Востоке. Наши интересы, они были, не зыбыли мы с самого рождения, наверное, России. Мы дышали и надеялись, что мы все это переборем, выживем. В окружной дом офицеров поздравить бойцов бессмертного полка пришли благодарные потомки и товарищи по военному цеху. Российский флаг, знамя победы, минута молчания, дань памяти ушедшим героям и благодарность живым. В этом году тысячи ветеранов Самары получили юбилейные медали. На праздники награды победителям вручил глава администрации Самары Олег Фурсов. В годы войны Куйбышев выполнял особую миссию, став запасной столетией страны. Наши земляки ковали победу на передовой и заводских станков, в госпиталях и конструкторских бюро. И сегодня, спустя 70 лет, память о тех суровых днях объединяет представителей всех поколений, вдохновляет на добрые дела и свершения. Всего в областной столице проживают более 30 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Городские власти оказывают им всестороннюю поддержку. В этом году социальные выплаты на приобретение жилья получат порядка 70 семей, участников войны и около 20 тружеников тыла. Также около 300 ветеранов получат из городского бюджета выплаты на ремонт жилья. Не забывают и о досуге героев. В мае и июне порядка 500 защитников Родины отправятся в круиз по Волге. Владимир Николаевич, есть какие-то, может быть, традиции в вашей организации, как правильно 9 мая праздновать, отмечать? Может быть, какие-то есть такие вещи внутри организации, которые обязательно каждый год проходят, о которых мы не знаем? Ну, тут, как таковых традиций, они как были и остаются, потому что практически во всех районах нашего города эта традиция была и есть. Особенно везде она проводится в масштабе каждого района. И в районе имеется несколько точек проведения таких мероприятий. Но, если конкретно брать, значит, именно ветераны собираются, как говорится, в своем, ну, не очень широком кругу. Ну, это если руководство непосредственно районных ветеранских организаций, они в своем кругу собираются. Ну, как говорится, все прекрасно понимают, без 100 грамм никогда не обходится. Но уже, как говорится, дальше происходит выпили, немножко раскраснелись, начинается чаепитие, песни, игра на баяне и так далее, воспоминания тех моментов жизненных. Вот. И каждый старается высказать очень много о том, что он вспоминает. И поэтому иногда приходится очень долго слушать одного человека, потом его кто-то начинает перебивать. Но это не в обиду к никому не говорится, не сказано, с улыбкой вроде, и начинает друг другу по очереди. Потом приходится он в таких моментах просто кого-то останавливать и давать слово следующему человеку. Поэтому вот это традиционно, но воспоминания идут очень жаркие, веселые, но никто с грустью ничего не вспоминает. Всегда, как говорится, на войне или в горести всегда вспоминается хорошее, плохое никогда не вспоминается. Ну, вот сейчас ветеранам ощутимо помогают, да, у нас проводятся и ремонты в квартирах, и вот путевки даются на теплоходы. Вот на ваш взгляд, чего не хватает? То есть о чем еще мы не подумали, может быть, не вспомнили, и нужно нашей власти как-то направить, может быть, с вашей помощью? Что еще им нужно? Тут вопрос заключается в том, что практически никаких осложнений по вопросам, касающихся по ветеранам и обращений нашей организации к руководству города, да и области в том числе, не бывает. Всегда на наши вопросы очень болезненно руководство относится, и сразу принимаются меры, и ставится все это под контроль. Практически сейчас в нашем городе 100% людей, участников Великой Отечественной Ветеранов, они получили квартиры, кто-то сделали ремонты, как говорится. Сейчас немножко идет посложнение с теми, которые приравниваются к ним, это ветераны труда, там, узники, малолетние и так далее, и так подобное. Они пользуются этими льготами, но своя очередность идет, она потихонечку то же самое двигается, как участники Великой Отечественной, которые непосредственно принимали участие, они практически у нас полностью обеспечены всем необходимым. И самое главное, самое главное, вот с ними, когда разговариваешь, им не хватает самого элементарного, это тепла и отношений. Но сейчас изменилось это, я уже говорил, если сравниваешь там 90-е, нулевые годы, вот по отношению молодежи, смотришь на них, то уже сейчас с добротой относятся к тем людям, которые старого поколения. Вот смотришь по тем встречам, когда мы проводим уроки мужества, когда они приходят в школу, их приглашают. Некоторые ветераны, которые не могут прийти, школьники там чаще приезжают к ним домой, вот, их тоже поздравляют, слушают непосредственно их рассказы. Я думаю, вот это самое главное, то, что они не чувствуют себя одинокими. Когда человек чувствует себя одиноким, это самое плохое, понимаете, он считает себя забытым. А мы стараемся непосредственно, как наша ветеранская организация, так и Департамент социальной защиты непосредственно, они в этом очень активно помогают. То же самое стараются сделать так, чтобы наши ветераны не чувствовали себя одинокими и чувствовали отношения тепло. Это самое главное сейчас для них. Владимир Николаевич, еще такой вопрос. Вот проект, который разрабатывается, вот он на каком сейчас этапе находится, называется, интересно, такое название, по всей России обелиски, как души рвутся из земли. Расскажите вот нашим телезрителям, что это за проект, как его можно увидеть, в каких формах, может быть, принять участие кто-то из жителей Самары захочет. Ну, если говорить про обелиски, про монументы, мемориалы, у нас это уже давно ведется, и практически вот как подготовка шла к 70-летию победы с 19-го года. Там очень много предложений сделали ветераны по восстановлению, по открытию мемориальных досок, там памятных. И вот далеко ходить не надо, я в самом начале говорил, уже триумфальная арка была открыта у нас в Кировском районе. Вот сейчас все видят, как у нас идет реконструкция площади Славы. Много сделано мемориальных досок непосредственно и в школах, непосредственно обновлены, непосредственно старые, которые герои Советского Союза. То же самое была открыта мемориальная доска также героев Советского Союза, у нас Чудайкина Владимира Ивановича. Я могу перечислять очень много и просто могу отметить, что в городе просто нужно изучать и знать. Если мы далеко ходить не будем, берем площадь героев Советского Союза, это герои 21-й армии, это здесь Носипенко пересечения непосредственно. Вот, она тоже сама реставрирована, сделана. Там тоже самое фонтан был открыт в честь 30-летия победы. Он и сейчас действует, кажется, тоже приведен в порядок. Вот, далеко ходить то же самое не будем по Самаре, это площадь славы, это то же самое, горельеф скорбящей матери Родине, то же самое, где у нас вечный огонь, то же самое. Это место, этот участок территории непосредственно возле нашего дома правительства, как говорится, приведен в порядок. Вот, перенесена непосредственно стена героев Советского Союза, те, которые были немножко вдалеке, и то же самое она уже смотрится очень здорово. Также берем площадь славы и видим там очень сильный монумент. Это 40-метровый как раз, и на ней 13 метров находится наш рабочий, который непосредственно держит как-то аэроплан вот этот. Это говорит о том, что какой вклад сделала в авиационном строительстве непосредственно Самара, вот, или Куйбышев. Вот, также я про, я сам как участник локальных войн непосредственно, вот в Афганистане, был там в Таджикистане и так далее, в этих других территориях. Там на площади памяти у нас то же самое, мемориал, это самарцам погибших в локальных войнах. Это вот, то же самое там, тоже прекрасно это видим. Далеко ходить, я тоже, потому что можно перечислять очень много их, вот, малолетним узникам. А наш самый тоже, это красивый, кажется, монумент, это Илв II, который находится на пересечении Кирова. Это тоже говорит о том, что как куйбышевцы ввели свой вклад, внесли свой вклад в победу Великой Отечественной войны. Владимир Николаевич, ну вот к мемориальным доскам хочу немножечко вернуться, потому что их действительно за, вот, с начала года, да, с начала 2015 года очень много их было открыто, теперь на многих домах. Вот, смотрите, на мой взгляд, это такая, ну, не самая затратная, да, история, то есть это каких-то больших финансовых выливаний не требует, потому что памятник из бронзы не каждому поставишь, да, нет такой возможности, вот. Но, тем не менее, очень и поучительное, и воспитательное, это и для памяти, это вот, вот, с какой стороны ни посмотри, мемориальная доска, да, особенно повешенная, допустим, на доме, где жил, да, тот человек, которого уже с нами нет. Вот с точки зрения воспитания, с точки зрения... Я понял вопрос. С любой, да. Я просто сейчас остановлюсь более подробнее, вот. Мы как раз и в этом году проводили то же самое, был цикл целый у нас, это «Здесь живет семья российского героя», вот. Мы проискали, везде посмотрели, у нас в общей сложности получилось где-то 88, 88, точно не помню, героев и полных навалеров Орина Славы. Вот была целая серия, да, даже по телевизору, по ГТРК мы проводили то, что здесь живет семья российского героя, вот те, которые люди погибли, их родственники, родные, им вручалось непосредственно паспорт, был сделан красивый там, это сейчас у меня под рукой нет, вот, как говорится, очень. И на их месте, где они живут непосредственно, то же самое было выставлено, то же самое мемориальная доска, что здесь живет именно такой-то, такой-то, такой-то. Это по героям непосредственно. Вот, секундочку, вас остановлю. По героям как раз у нас есть еще один сюжет, как раз связанный с историей «Здесь живет семья героя», давайте его посмотрим. Самый молодой разведчик в истории Советского Союза Александр Емщиков жил в этой квартире со своими родными. Они с гордостью рассказывают историю его жизни и подвига. Как только Александру исполнилось 16, он отправился на фронт, прибавив в военкомате себе два года. И в первую же вылазку на разведку под Москвой ему улыбнулась военная удача. Взял не просто крупного языка, генерала. Я рассказывал всегда всем забавные случаи. Он говорит, когда я генерала тащил через фронт, он мне протсигар предложил золотой. Отпусти меня. Он по-русски говорил. Здесь бриллиантами протсигар. А тебе хватит в Европе жизни. С твоим вообще всем хватит. Обмен все же состоялся. Правда, выменил не протсигар, а русского генерала. В последнем бою Емщиков взорвал немецкий штаб с секретными документами. Много немцев взял в плен. Был ранен в голову и на фронт больше не вернулся. Его подвигом вдохновляются и современные мальчишки. Таким и хочется быть, собственно, родине своей служить. Табличка на двери квартиры вызвала интерес не только у соседских детей, но и у взрослых. Теперь в гости к Прокофьевым вечерами заходят соседи послушать истории из жизни героя. В школах тоже, насколько я знаю, было очень много мероприятий, связанных с мемориальными досками. И школы называются именами героев, которые там учились. Вот на эту тему что можно сказать? Тут тоже можно более поподробнее рассказать. Непосредственно вот наша организация и город непосредственно совместно с десантниками. Калиничев Виктор, который возглавляет непосредственно десантников в нашем регионе. И еще Тимошенко, это то же самое Алексей, это Берет, их не то же самое десантники. То же самое вот этот вопрос у нас, он поставлен очень, можно сказать, на такой твердый поступью. Практически многие ребята, которые, немножко я отступление сделаю, потому что это касается непосредственно тому, что поколение. Это вот идет молодое поколение, кажется, вот мы участники Афганистана, там это Закавказья, там Таджикистана и прочие, прочие, более молодые люди, которые принимали боевые действия, но они то же самое погибали. И поэтому у нас пришла такая идея непосредственно по поводу того, чтобы увековечивать вот этих людей, которые были в Афганистане и погибли. И те ребята, которые учились в нашей школе, в нашей школе, в наших школах Самары непосредственно, вот, приняли такое решение с десантником. Вот Кальничев непосредственно и Тимошенко, вот они приняли такой вопрос, чтобы именно давать его говечимым. Это не очень дорого и стоит действительно, кажется, каждая эта мемориальная дощечка. И вот ребята, которые погибли в Афганистане, кто-то в других местах, и которые учились в этих школах, мы делали эти мемориальные доски и их там восстанавливали. Это шел у нас как урок мужества непосредственно, там, пределы того, что там собирались ученики старших и начальных классов. И вот идут воспоминания, то же самое, как вот участники Великой Отечественной войны, они воспоминания свои говорят. А тут воспоминания тех ребят, которые учились вместе, те многие, которые даже воевали вместе с ними, как он погиб. И это наглядно дает молодому поколению, особенно первоклассникам, второклассникам, ну и старшеклассники тоже самое, которые видят и слышат о тех ребятах, которые учились в этой школе непосредственно, которые их знают. И тут они видят наглядно, там идет описание, такой-то, такой-то, учился в этой школе, плюс ко всему принимал боевые действия, как он погиб. И вот эта наглядность, и вот это то, что детишки сами вот это видят, наблюдают, и постоянно, когда они находятся в этих школах, в учебных заведениях, они мимо не проходят, они останавливаются, смотрят и как-то заинтересованы в этом. Это получается то, что практически любой молодой человек, учащийся в этой школе, он никогда мимо не пройдет, обязательно остановится и посмотрит. Потому что любому молодому человеку просто так сказать это одно, а когда ты видишь, ты заинтересовываешься, подходишь и смотришь, что такое. И поэтому вот в настоящий период времени в школах уже вывешено таких 34 мемориальных доски вместе с Калиничевым. Еще в ближайшее время где-то мы с ним разговаривали, где-то в ближайшие 17-18 тоже уже таких досок готовых. И вот с начала учебного года то же самое эта миссия будет проходить и продолжаться дальше. Владимир Николаевич, ну не могу не спросить, понятно, что с каждым годом ветеранов, к сожалению, становится у нас все меньше и меньше. Ну вот сейчас еще есть возможность и школьникам, и студентам, еще ветераны как-то их приглашают, они рассказывают вот от первого лица. Что потом-то будем делать? Потому что все равно наступит момент, когда уже и тех, даже кто был детьми в военные годы, их уже не останется. Как нам сохранять? Может быть записывать, может быть видео какие-то, обращения к детям? Или вот какие варианты, чтобы у нас все-таки эта память сохранилась и мы ее смогли дальше передавать? – Вопрос очень понятен, очень такой серьезный, потому что действительно практически все приходит и уходит. А жить-то приходится дальше, более молодого поколения. И в настоящий период времени, вот для того, чтобы это не забывалось, многие ветераны делают свои воспоминания. Они пишут книги, вот, мы эти книги издаем, передаем в музеи. Плюс ко всему сейчас, в настоящий период времени непосредственно, и ваша студия тоже самая, ко многим ветеранам приходит, делают записи. И это все идет, как говорится, в истории. Практически такая программа, она уже давно, как говорится, ведется, чтобы увековечь. Потому что Самара – это очень сильный, как говорится, и это красивый город, и плюс ко всему она очень большой вклад внесла в победу. И как со стороны участников Великой Отечественной войны, героев наших, и плюс ко всему, какой она вклад непосредственно сделала тружениками тыла, которые здесь работали. Поэтому эта работа ведется, и практически все воспоминания, которые имеются, у нас распространяются по школам, учебным заведениям, библиотеке. И вот как можно больше мы стараемся услышать от них, вот эту правду о войне, потому что действительно, когда ребенок видит и слышит человека, который принимал боевые действия, участие в Великой Отечественной войне, ему это, у него это отложится в памяти на всю жизнь, и он будет это передавать дальше, дальше, дальше. И мы стараемся вот в этот период времени, как можно больше и чаще все участники Великой Отечественной, участники локальных войн, почаще приходили в учебные заведения, приходили к ним домой, вот это все записывалось. Пусть, может, даже на любительские какие-то снимки, они потом в будущем, кажется, пригодятся, кто-то в архив сдаст, кто-то еще что-то, кто-то отдаст в музей. И я думаю, эта память всегда останется у нас на века, потому что ни в коем случае мы забывать об этом не должны. Потому что если просто нация или люди, или молодое поколение, которое не будет знать, я всегда это говорю, не будет знать своей истории, истории своей большой, великой страны, не будет знать истории своей малой родины, как говорится, не будет знать истории прошлого, которого будет, это тогда страны такой не будет существовать, просто ее не будет, Потому что не должно так быть. Человек, который забыл свою родину, забыл свою историю, это уже ни страна, ни человека, непонятно кто. Время наше заканчивается. Какое следующее мероприятие будет посвященное нашим уважаемым ветеранам в ближайшее? Ну, в ближайшее время, в самое ближайшее время, это будет Курская битва у нас, Курчане, вот в июле месяце. Но сейчас практически все ветераны у нас находятся на отдыхе немножко. Но я думаю, мы в довольно узком кругу, потому что действительно реально Курская битва осталась, это даже меньше ста человек, там даже вообще мизер осталось, там людей. Вот. Я просто еще раз им желаю здоровья. Но в последующем, это в сентябре месяце, уже будет 70-летие окончания Второй мировой войны. Это, понимаете, еще 1 сентября, это окончание или победа над милитаристской Японией. Спасибо большое, что пришли. Наше время закончилось. Со зрителями прощаюсь. До следующей пятницы. Проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok